Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю передачу и молимся за всех тех, кто слушает нас по интернет-радио и находится в нашем учебном классе в сети интернет. Хвала Господу! Мы просто благословляем и благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса, за Твое Слово. Аминь. Мы говорим о той власти, которую Бог передал телу Христову на земле. Уровень нечестивости, проявляющийся на земле, всегда является отражением недостатка молитв тела Христова и того, что оно недостаточно применяет свою власть, стоя на коленях в покаянии перед Богом Всемогущим. Я не испытываю удовольствия, говоря это вам, точно так же, как я не испытывал удовольствия, говоря это себе. Потому что, когда я говорю это вам, эти слова тут же возвращаются ко мне. Но это правда. И вся проблема в том, что мы позволяем этому продолжаться и продолжаться поколение за поколением. Мы просто надеемся и молимся, что вот эта партия что-то с этим сделает. Мы надеемся и молимся, что демократы или республиканцы это исправят. Но они не Бог. У них нет политической власти что-либо исправлять. Правительство здесь не для того, чтобы что-либо исправлять. Они здесь не для того, чтобы что-либо исправлять. Они здесь для того, чтобы управлять. Но они здесь не для того, чтобы творить или изменять. Кто-то скажет, вот эта партия создаст больше рабочих мест. Это смешно. Я знаю, что политики искренне, когда-то говорят, и они разрабатывают планы изменений и тому подобное. Но ничего не изменится, пока церковь не поверит Богу. Вы заметили, что экономический подъем в Соединенных Штатах и в других странах мира происходил параллельно с тем, как Бог изливал свое откровение, а проповедники, пастора и церкви по всему миру начали проповедовать о Десятине, о Божьем переходе в власти и его процветание для этого времени и этого поколения, для того, чтобы приобрести этот мир для Христа Иисуса. И тогда начался экономический рост. А политические партии подумали, что это сделали они. Если это так, то почему они не сделали этого раньше? Ведь они делали все то же самое. Это ничего не меняло. У них нет ничего нового. А если есть, то оно хорошенько припрятано. И если вы поговорите с каким-либо честным политиком, то он сам первым вам скажет, я не знаю на это ответ, хотя мы делаем все, что в наших силах. Да, мы собираемся вместе, делаем все возможное, чтобы это исправить, чтобы позаботиться об этом, позаботиться о том. Но говорю вам, все меняется только тогда, когда тело Христово начинает молиться и верить Богу. Эта ответственность лежит на нас. Бог не сложит ее к ногам политиков. И Он не сложит ее к ногам кого-то еще. Это не политическая проблема. Аборты – это не политическая проблема. И кто-то может спросить, тогда почему Бог ничего с этим не сделал? Потому что церковь ничего с этим не сделала, а только об этом причитает. Хотите, я вам сейчас скажу, в чем вся суть этой проблемы? Хотя церковь и молилась много об этом, но это не очень-то повлияло на сложившуюся ситуацию именно потому, что мы не были готовы и не приготовились принять миллионы младенцев и воспитывать их. Мы не были готовы это сделать. О да, мы были готовы строить для них детские дома, но позвольте это делать другим. Кто-то другой призван это делать. Тело Христово этого не обеспечило. И поэтому мало что делалось в этом направлении, даже хотя мы и молились. Но смотрите, помяните мое слово, здесь грядут перемены. Вот увидите. И вы вспомните, что я вам говорил. Я вам говорил, что это грядет, и это потрясет всю страну. Внезапно ситуация развернется на 180 градусов, и тогда у нас появится множество младенцев, о которых нужно будет позаботиться. И мы приведем их всех к Иисусу и будем их любить. И мы будем их воспитывать. И мы построим такую семью, которой этот мир еще не видел. Слава Богу, и когда мы это сделаем, придет Иисус. Я вам гарантирую. Хвала Господу. Аминь. Хорошо, давайте вернемся к книге Бытия. Мы читали ее на последней передаче на прошлой неделе. И давайте сегодня с нее и начнем. Третий стих первой главы книги Бытия. Здесь мы впервые встречаем это утверждение. «И сказал Бог, да будет свет». И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. Заметьте, Бог это сказал, и затем он это увидел. Но впервые он увидел это не после того, как он это сказал. Впервые он увидел это внутри себя. Он это задумал. Понимаете? Он это задумал. Он этого захотел. Его мудрость, если можно так сказать, спроектировала это, спланировала это. И затем, когда он это сказал, он увидел это в этом естественном материальном мире. Если проследить за этим процессом, знаете, остановитесь и задумайтесь об этом. Прежде чем вы дойдете до 26 стиха, вам восемь раз встретятся фразы. «И сказал Бог, и стало так». Бог сказал, и стало так. Бог это сказал. Другими словами, именно так он и творил. Бог мог бы просто сказать. «И сказал Бог». И затем просто перечислить восемь или девять вещей. Но рискуя показаться крайне излишним многословным, и не обращая никакого внимания на грамматику, он будет говорить это так, как он творит. Он говорил это абзац за абзацем, абзац за абзацем. В чем я абсолютно уверен по двум причинам. Во-первых, чтобы показать вам, как он творит, как он движется, весь свой метод и то, как он мыслит. Все это в первой главе книги Бытия. Вы можете узнать, что он думает о процветании. Вы можете узнать, что он думает о животном мире. Что он обо всем этом думает. Если бы ему не нравилось золото, он бы его не сотворил. Аминь. И человек не знал бы разницы между золотом и грязью. Процветание было Божьей идеей. И я этому очень рад, а вы? Потому что иначе мы бы никогда не поняли, как его достичь. Мы бы не знали, что оно вообще существует. Итак, во-первых, он показал нам, как он это делает. Затем, что, как я верю, еще важнее. Говоря об этом так подробно, повторяя это снова и снова, снова и снова, он без сомнения показал нам, как мы были сотворены и дал нам анализ нас самих. Здесь не просто сказано «и сотворил Бог человека по своему образу». Если бы все здесь ограничилось одной этой фразой, то вы потратили целую вечность, пытаясь понять, что это значит. Но когда вы осознаете, что когда Бог сказал «сотворим человека», посмотрите на третий стих. «И сказал Бог, да будет свет». В древнееврейском тексте сказано «свет будь». А в переводе на русский это звучит так «да будет свет», что является далеко не лучшим переводом. В самом деле в древнееврейском тексте сказано «свет будь», «свет стал». Мне это больше нравится. Слава Богу. Это дает вам лучшее понимание Бога. «Свет будь». «Свет стал». И он его увидел. Здорово. Теперь давайте перейдем к 26 стиху. «И сказал Бог, обратите внимание, сотворим человека по образу нашему». Но он сказал не так. Он сказал «человек будь по образу нашему». Аллилуйя. Теперь вы понимаете, что когда он так говорит, я вообще не знаю, почему люди читают это в Библии таким образом. «И сказал Бог, и сказал Бог, и стало так, и сказал Бог, и стало так, и сказал Бог, да будут светилы на тверде небесной». И сказал Бог, да произведет вода, и сказал Бог, и сказал Бог, я знаю, что мы сделаем. Давайте сотворим себе человека. Дайте мне немного праха земного. Я сейчас кое-что сделаю. Так, посмотрим, мне понадобится немного земного праха, мне понадобится вода, мы сейчас кое-что сделаем. Но все было совсем не так. Он не начал творить как-то по-другому. Это все тот же процесс. Он просто продолжает то, что начал. Его процесс остается тем же самым. И когда пришло время сотворить человека, он это сказал. «Да, он сотворил его физическое тело из праха земного». Вы можете узнать об этом, прочитав и изучив вторую главу. Он сотворил это физическое тело из праха земного, из земли. И вы увидите, что там сказано. «И Бог вдунул в человека дыхание жизни». Это дыхание жизни было тогда, когда он говорил эти слова жизни. Именно тогда он это дыхание и вдохнул. На самом деле это слово означает «дух». Он вдохнул в человека дух жизни, и он стал живой душой, живым существом. Другими словами, он занял определенное место в своем собственном классе. Он не относился к классу животных. Он не относился к морю. Он не относился ни к чему остальному. Он стал живым существом. Как учат старые раввины, буквально, это означает, что он стал говорящим духом. Это Божий образ, верно? Он говорит по своему образу. Он говорит себя в это тело, держа его там. И сказано, что он вдохнул в его лицо дух жизни. Но Бог не взял и не накачал его вот так. А потом отпустил, чтобы тот пошел. Нет. Если бы Адам был Богу вот посюда, то ничего бы не получилось. Если бы Адам был такого роста, но он был по его подобию, Бог говорил с ним глаза в глаза, ухо в ухо, уста в уста. Он говорил ему прямо в лицо, называя его тем, кем он является. Владычество, власть, аллилуйя, правитель над всем, что сотворил Бог. И он стал живым, говорящим духовным существом. Аллилуйя. Кто-нибудь воскликнете по этому поводу? И человек все еще несет на себе эту печать владычества. Характерной чертой у человечества является то, что человек хочет над чем-то владычествовать. Возьмите и прочитайте это в 26 стихе. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют, господствуют. Они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. У человека есть власть над гадами, брат. Слава Богу. И сотворил Бог человека по образу своему. Бог сотворил человека по своему подобию владычества. Очень важно ухватиться за это. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Берите над ней власть. И владычествуйте, вот опять это слово, над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. К их числу относятся и змей. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле. Итак, он дал человеку власть сеять. Боже мой, он дал человеку власть увековечить свою жизнь, когда дал ему семя. Он дал человеку власть сеять. Остальные представители животного мира не имеют власти сеять для самих себя. Они не могут пойти, посеять и ожидать урожай. Да, они могут быть частью природной системы. Некоторые животные принимают участие в сеянии и росте растений. Но они не могут взять и решить, ну, сегодня утром я пойду и посею дуванчики. Нет, вы видели, как в рекламных роликах белочки бегают по стволу дерева вверх и вниз. Ну же. Они делают это с энергией от Бога, но они лишь играют свою роль. Они не могут изменить эту роль. Давид сказал Саулу, перед тем, как встретиться с Голиафом, этот необрезанный филистимлянин, другими словами, этот язычник, у которого нет завета с Богом, ничем не отличается от льва или медведя. Силой и властью Божией я убивал льва и я убивал медведя. И с той же самой властью я убью и его. Животные не способны изменять свою окружающую среду. А человек способен как в лучшую сторону, так и в худшую. Аллилуйя. Теперь вы понимаете, где в этой власти владычество. Единственное, над чем этого владычества человек не получил, так это над другими людьми. И именно это со времени грехопадения пытаются делать люди. Они пытаются владычествовать над другими людьми. А это уже выходит за рамки их власти. Вы не должны владычествовать над людьми. Вы должны быть слугой. Вы должны отдавать людям. Вы должны любить людей, как Бог. Библия говорит, чтобы мы любили друг друга, как Бог во Христе возлюбил нас. Аллилуйя. Это не владычество. Но с другой стороны, это является формой владычества. Когда вы настолько уверены в Боге, что можете просто любить всех и все, независимо от того, что они вам делают и независимо от того, что они вам говорят. Вы говорите, ну и ладно, слава Богу. Меня еще и не так обзывали. Боже мой, как мне говорил мой дядя, у меня на верхней губе было еще похуже этого парня. Так что, вставая, пошли. Да, он был крутым парнем. И так же поступает и Бог, понимаете? Бог именно такой. Вы не можете его обидеть. Он все равно вас любит. Знаете почему? Потому что он это пообещал. И он не нарушит своего слова. Он все равно будет вас любить. И когда мы следуем его примеру, Библия говорит, что когда мы делаем то, что говорит Бог, тогда, как сказал Иисус, мы идем ко свету. «Поступающий по слову моему, поступающий по правде, по истине, идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Аминь. И когда вы будете таким человеком, то другие люди скажут, «Да, если бы я так поступал, то вся эта компания стала бы вытирать о меня ноги. Я бы и пикнуть не успел, они бы просто меня растоптали». Иисуса тоже называли агонцем на заклане. Но он больше чем победитель. Аминь. Вы это видите? Вы это понимаете? В одном из переводов Библии сказано, что в нем мы больше, чем победители. Нас считают за овец, обреченных на заклане. А нам все нипочем. Аллилуйя. Так что наше владычество и власть в духовной сфере Аллилуйя в крови, в имени и в слове живого Бога является полной и абсолютной. Но что касается людей, то плоть и кровь не являются нашими врагами. Иногда складывается такая ситуация, когда дьявол напирает, напирает и напирает. И неизвестно, из-за каких проблем начинается война. И бывает время, когда Бог говорит, «Хорошо, пойдем на войну и очистим наш дом». Аминь. К сожалению, такое происходит. Но даже во время войны тело Христова имеет силу и власть изменять события и стоять перед Богом. И Бог может разбудить нас посреди ночи и сказать, «Молись, я кое-что меняю». Аллилуйя. И это удивительно. Это-то во всем это самое потрясающее. У меня как раз есть время, чтобы рассказать вам об одном моем друге. Он во время Второй мировой войны был летчиком-истребителем. Он выполнял задания в Европе, совершая полет на своем Пи-47 на малой высоте. Он летел на той территории буквально над вашей головой, производя разведку, по каким целям может быть нанесен удар. А на Пи-47 были установлены шесть 50-калиберных пушек. Так что, когда вы нажимали на этот курок, стояла стена огня. И он рассказывал, что, пролетая над очередным холмом, едва он из-за него вылетел, как оказался прямо перед дулом немецкого зенитного орудия. Он сказал, я так и замер. Тут уже нельзя было промахнуться. Меня можно было расстрелять в упор. Все, я погиб. О, Боже! И он сказал, я нажал на тот курок, но ни одна из моих пушек не выстрелила. Я подумал, о нет, о нет, о нет, о нет. Однако и то орудие не стреляло. Он тут же повернул назад и быстренько оттуда убрался. Он сказал, мне стало интересно, что же случилось с моими пушками. И он проверил свои пушки, но с ними все было в порядке. Он благополучно вернулся обратно. Прошел всю войну, Бог спасал его снова и снова. Происходили всякие чудеса, потому что его семья молилась, понимаете? И вот спустя много лет он делится своим свидетельством во время поездки в Германию в составе миссии полной евангельских бизнесменов. И он рассказал об этом потому, что находился недалеко от того места. Он сказал, я был совсем недалеко отсюда. И поделился своим свидетельством. И он сказал, я так рад, каким-то образом Бог меня сохранил, потому что по какой-то причине мои пушки не стреляли. И тут к нему подошел один человек. Он сказал, сэр, меня зовут так-то и так-то. Это я был тем артиллеристом. Мой друг спросил, вы? Он ответил, я. И он рассказал ему, что случилось с его орудием. Он сказал, я видел, как тот П-47 вылетел из-за холма. И я подумал, что все, я покойник. Я начал дергать за курок того зенитного орудия, но оно не стреляло. Но он сказал, дома моя семья молилась за меня. Понимаете? Вы это видите? Прямо посреди той ужасной войны одни люди молились за одного, а другие молились за другого. Так что ангелы разобрались с обоими орудиями, и они остались в живых. Слава Богу. Мы вернемся через минуту. Ваша жизнь больше никогда не будет прежней. Хвала Господу. Сегодня происходит разворот на 180 градусов. Сегодня время прорыва, аллилуйя, в Царстве Божьем. Отец, мы благодарим Тебя за эту передачу. И во имя Иисуса мы принимаем помазание для того, чтобы донести это. Помазание для того, чтобы услышать это и получить откровение с Небес Своими Иисуса. Аминь. Мы уже много дней говорим о власти верующего. Давайте еще раз вернемся к книге Бытия. Мы разбирали ее в прошлый раз. Мы хотим еще раз подчеркнуть тот факт, что Бог очень ясно и так доступно показал в самом начале этой книги в первой же ее главе что с самого начала Он всем нам показал как Он все делает и что Он об этом думает. Аминь. Потому что, понимаете, честному, а Бог честный, Богу невозможно солгать. Дело не просто в том, что Он не лжет. Ему просто невозможно солгать. И Он никогда не изменяется. Писание говорит, что в Нем нет ни тени перемены. И это означает, что, как говорят у нас в Техасе, Он и не собирается. Аминь. В Нем нет изменчивости. Провозгласив что-то и составив свой план, Он от этого уже не отступает. Это мы отступаем, бросаемся во все стороны. Аминь. Но Он остается непоколебимым, а Его милость удерживает Его от того, чтобы просто махнуть на все рукой, предоставив нас самим себе. Но благодарение Богу, Он не планировал делать этого в самом начале. И Он не планирует делать этого сейчас. Итак, мы видим здесь в книге Бытия, что Его метод действия это говорить и творить. Его слова все и творили. Не было так, чтобы Он что-то говорит, а затем творит это. Его слова и являлись актом творения. И это очень важно. А поскольку мы все научились говорить уже к тому времени, как нам исполнился примерно год, большинству требуется примерно год прежде, чем они действительно начинают что-либо говорить. Но это вовсе не означает, что до этого вы не могли донести до окружающих суть своего желания. Вы донесли суть своего желания в первый же день своего появления на этой земле. Я имею в виду, что мама прекрасно понимает младенцев. И в ответ на действительно громкий крик предпринимает действительно должные действия. Но Бог дал нам свой путь того, как и что делать. И дал нам ту же самую власть делать это, которую обладает Он Сам, будучи Богом. Это потрясающая мысль. И религиозный разум от нее просто коробит. Религиозный разум даже не может таким образом думать. «О, нет! Да как можно! О, нет! Да как можно!» Но Библия говорит, что самые большие проблемы у Иисуса возникли из-за того, что Он не почитал хищением быть равным Богу. Но в то же самое время Он говорил, «Если вы видели Меня, то вы видели и Отца». Но Он говорил это в полном смирении. Он никогда не присваивал Себе, никогда не принимал на Себя славу Своего Отца, а только ходил в ней. Он никогда не присваивал ее Себе, но просто ходил в Его славе, а затем воздавал Ему всю славу и честь за это. И Слово Божие говорит, «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, который не почитал хищением быть равным Богу». Аллилуйя. Но заметьте, здесь сказано, «В вас должны быть те же чувствования или тот же образ мышления. Вы должны позволить Ему быть таковым, потому что, как я сказал, это очень трудно принять религиозному мышлению». Просто все люди так долго живут под проклятием, что они уже не осмеливаются думать таким образом. Но именно об этом и говорит Библия, говоря об искуплении, «А именно о возвращении нас к тому первоначальному плану и образу, который изначально был у Бога». Именно поэтому так важно начинать прямо отсюда, с книги Бытия, потому что здесь мы видим, как Писание постоянно говорит, «И сказал Бог, и стало так, и сказал Бог, и стало так, и сказал Бог, и сказал Бог». «И над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Это повторяется снова и снова, снова и снова, чтобы показать нам, о чем думал Бог, когда Он творил человека. Он воссоздавал самого себя. Хотя это не совсем правильное слово, когда речь идет о Боге. Потому что сам Он не был сотворен. Будет лучше сказать, что Он воспроизводил самого себя. Он сотворил человека, воспроизводя самого себя. Таков был Его план. И когда мы знаем, что таков был Его план, что именно об этом Он тогда и думал, то я полностью за это. Аминь. И мне не важно, насколько это не нравится другим людям. Я полностью за это. Хвала Господу. Аминь. Я хочу быть по Его образу. Я хочу ходить, как Он. Говорить, как Он. Действовать, как Он. И быть таким, как Иисус. Аминь. Аллилуйя. Заметьте, здесь сказано, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Берите над ней власть». Одно дело иметь в наличии землю, а совсем другое быть над ней господином. Понимаете? Когда вы являетесь господином, когда вы владычествуете по данной вам власти, вам не нужно спрашивать разрешение что-либо сделать. Да, занимая такое положение, вы можете кого-то спрашивать. Вы можете спрашивать разрешение из уважения. Вы можете спрашивать разрешение, потому что тот, у кого вы спрашиваете, умнее вас. Это правильное мышление, не так ли? Но если вам дана полная власть, и вам дано господство, когда вы сами, стоя под Господом, под Богом, являетесь господином над всем творением, над всей ситуацией, над всей собственностью, тогда на вас, так сказать, выписана доверенность на всю эту землю. Вам в действительности не нужно кого-либо спрашивать. Это и произошло, когда Адам преклонил коренья перед сатаной и отдал ему свою власть над этой землей. Ужасная вещь. Это был акт измены. Я немного забегаю вперед, но я хочу, чтобы вы представляли себе эту картину перед тем, как мы пойдем дальше. Да, у Адама не было морального права это сделать, но у него было законное право это сделать. это не был моральный поступок, это был грех, это была измена, это был бунт и тому подобное. Вы понимаете? Но у Адама было законное право это сделать. И как только он это сделал, то поскольку Бог это Бог, и поскольку он уже это сказал, он никогда не нарушит своего слова. Именно поэтому сатане так многое сходит с рук, потому что Бог не будет нарушать своего слова. Он дал Адаму, и это очень важно, возможно, вам следует это записать. Бог дал Адаму такое же право на провал, как и на успех. У Адама было право, сила, власть, поступать так, как Бог, говорить так, как Бог, думать Божьими мыслями и ходить по Его следам на одном с Богом духовном уровне. Конечно же, не наравне с Ним в том смысле, чтобы получить возможность занять место Бога. Это была бы глупость. Он был сотворен лишь немного ниже Бога. Но в том же духовном классе. Понимаете, ангелы относятся к другому классу, нежели люди. Животные относятся к другому классу, нежели люди. Хотя животные не являются просто физическими существами. Они тоже духовные существа. Они обладают духовными свойствами, иначе они бы не могли контактировать с Богом. но они это делают. Да, вы можете слышать, как люди говорят, «Ну, собака – это всего лишь собака». Но давайте кое-что вспомним. во время Великого Нового Потопа, когда Бог в качестве знамения Своего Завета положил на небесах радугу, это не был Завет только лишь с человеком, потому что Он заключил Завет как с человеком, так и с животными, что больше никогда не устроит такого потопа. Но нельзя заключить Завет с тем, что не имеет в себе жизни. Аминь. Вы можете сказать, «Хорошо, брат Коплан, я хочу узнать об этом больше». Что ж, изучите этот вопрос самостоятельно. У меня нет времени сейчас об этом говорить. Кто-то скажет, «Зачем это слушать?» Он сейчас еще начнет утверждать, что собаки идут на небо. Да, там есть животные. Я не знаю, откуда они там берутся, но может вам следует привезти к оспатению свою лошадь. Возложите на нее руки, так на всякий случай, и не говорите мне, что на небе нет животных. Иисус будет ехать на белом коне. Да, там есть кони для меня. Аминь. И на моем никто кроме меня ездить не будет. И на вашем никто кроме вас ездить не будет. Аминь. И уж, конечно, никто не будет ездить на коне Иисуса. Да, хотел бы я, чтобы у нас было время об этом поговорить, но у нас его нет. Нам нужно идти дальше. Я заговорил обо всем этом потому, что хочу вам показать. Давайте обратимся к восьмому псалму. Когда Бог устанавливает какой-то метод, когда Он устанавливает какой-то принцип, когда Он устанавливает определенные духовные и физические законы, то они уже становятся незыблемыми. они уже не изменяются. Можно изменить только то, что требуется вернуть в первоначальное совершенное состояние. А если это совершенно, то как это можно изменить? Если изменить то, что было совершенно, оно испортится, понимаете? А то, с чего Он начал, было совершенным. Поэтому все это может быть изменено только лишь в крови Иисуса, в имени Иисуса, в Слове Божьем, когда сила Божья постоянно, непрерывно, изменяя это, возвращает все назад, к совершенству. И слава Богу, в момент восхищения церкви наши тела прославятся, и это произойдет. Потому что в послании к евреям Библия говорит о духах праведников или рожденных свыше людей, о духах праведников, достигших совершенства. Но вы знаете, что ваше тело еще не совершено. Вы знаете, что ваш разум нужно обновлять на непрерывной постоянной основе. Однако ваш рожденный свыше дух уже достиг совершенства Божьего. Кто-то скажет, тогда почему он не сделает этого своим телом? Почему он не сделает этого своим разумом? Он сделал это с Иисусом, верно? Ведь когда Иисус воскрес из мертвых, он вышел из гроба целостным, совершенным и прославленным. Аллилуйя. Если бы это случилось и с вами, вам бы пришлось сделать то, что пришлось сделать ему. Ему пришлось покинуть землю. Вы пока не можете жить здесь в таком состоянии. Но у вас есть полное право прямо сейчас уйти на небо. Вы знали об этом? Оставить это жалкое место и уйти туда, где намного лучше. У вас есть сейчас, но это полное право. Но помните, что Иисус попросил вас быть Ему свидетелем. Но если вы будете прославлены и будете ходить в совершенном теле, а затем решить и быть свидетелями, то это будет незаконно. Все это будет позже. Это будет превосхищение церкви. Слава Богу. Аминь. Понимаете? Но пока он попросил нас оставаться здесь, мириться с этим плотяным телом и проповедовать его слово. Слава Богу. Итак, восьмой псалом. Я хочу, чтобы вы кое-что здесь увидели. Это откроет вам глаза. Давайте начнем читать с четвертого стиха. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, послушайте, то, что есть человек? На самом деле этот вопрос задается Богу ангельскими существами, начальствами и властями. Потому что Писание говорит, что начальствам и властям стала известна воля Божья через церковь. Им пришлось узнавать об этом через нас. потому что может быть это звучит немного грубо, но я не могу подобрать каких-то других слов, чтобы объяснить это как можно понятнее, чтобы вы могли это увидеть, потому что еще есть столько неправильных представлений относительно ангелов. Большинство людей думает, что ангелы такие великие. Они великие, но люди считают, что они такие же великие и чудесные, как Бог. Они обо всем знают, а мы просто, как мы уже говорили раньше, мы просто червяки в грязи. Нет, мы не червяки в грязи. Аминь. Мы рождены, а затем рождены свыше. Когда человек согрешил, он пал еще ниже уровня ангелов, потому что он преклонил колени перед падшим ангелом. А когда сатана получил власть человека, он приравнял человека к своему классу, потому что он не мог стать выше него. Понимаете? Но мы были сотворены лишь немного ниже Бога. Ангелы не имеют откровения на нашем уровне. Бог не открыт для них так, как Он открыт для нас. И пусть это звучит немного грубо, но они являются духовными машинами. Они не такие, как мы. У них нет права выбора, какое есть у человека. Они сотворены на другом уровне, сотворены ниже человечества. Но затем человек пал ниже их, и Иисусу пришлось прийти и спуститься на тот уровень, на котором оказался человек, и снова вернуть его на его место, посадив с собой на небесах. Аллилуйя. И в первой главе послания к евреям вы можете прочитать об ангелах следующее. Не все ли они суть служебной духи, посылаемой на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Это их работа. Они для этого и посланы. Они являются слугами Всевышнего Бога. Аминь. Хорошо. Позже мы поговорим об этом чуть больше, потому что все это будет иметь непосредственное отношение к тому, о чем мы говорим. Когда взирая я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами. В еврейском тексте здесь написано перед Элохимом. Элохим это Бог. Это слово даже не указывает на ангелов. Оно указывает на Бога. Элохим это имя, указывающее на Бога, творца всех материальных вещей. Теперь давайте найдем всему этому подтверждение. Давайте изучим и посмотрим, сходится ли все это, или мы здесь просто что-то придумали. Итак, после того, как мы обратились к словарю библейских слов, и к древнееврейскому тексту, мы знаем, что здесь стоит слово Элохим. Мы знаем определение этого слова. Давайте посмотрим, подходит ли оно сюда. Элохим это творец всех материальных вещей. И о чем же мы здесь читаем? Когда взирая я на небеса твои, небеса, небеса дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, разве здесь говорится не об элохиме, понимаете, а творце всей этой естественной материальной вселенной, так что оно действительно сюда подходит. Верно? Оно очень даже сюда подходит. Здесь все сходится. Здесь говорится об элохиме и ангел спрашивает, кто такой этот человек, которого ты сотворил немного ниже самого Творца? А вот и ответ. Немного ты умолил его перед элохимом и увенчал его. Боже мой, подчеркните это слово увенчал или обведите его, отметьте его как-то в своей Библии, это важно. Славою и честью увенчал его. Честь это что-то, что есть между людьми, между существами. Когда кто-то вас почитает, этим самым он говорит, что вы находитесь на его уровне, либо еще выше. вы не можете состоять в завете чести с коровы. Это невозможно. Я имею ввиду, что она может быть хорошей тюгесной буренкой, и давать лучшее молоко в городе, но вы никак не можете пойти и заключить с этой коровы завет. Вам будет легче зарезать ее и съесть, чем заключить с ней завет. И в любом случае, это не было бы заветом чести, потому что корова не имеет ни малейшего представления о только с тем, кто находится на человеческом уровне. Иначе не получится. Когда кто-то на какое-то время уезжает к себе в деревню или на ферму, и он любит свою лошадь и свою собаку, но пробыв там три или четыре месяца, он возвращается в город, и ему уже больше не хочется разговаривать с еще одной лошадью или собакой. Он хочет поговорить с человеком. Аминь. Почему? Потому что он почитает тех, кто принадлежит к его классу. А здесь сказано, что Бог почтил его. Ты увенчал его славой. Ты почтил его и поставил его владыков над делами рук твоих. Все положил под ноги его. В заключении скажу, что Адам и Ева никогда не видели своих плотяных тел. Потому что слава Божия исходила из них точно так же, как она исходит из Бога. Все остальное творение облачено во что-то изнутри наружу. Почему же человеку приходится одевать одежду? Потому что он потерял свое облачение, когда погас этот свет. Мы вернемся через минуту. Давайте снова вернемся к книге бытия. А затем мы еще раз обратимся к восьмому псалму. И мы говорим о власти. которой был наделен Божий человек Адам, когда Бог его сотворил. И как только Бог привел в действие свой план, как только Бог дал свое слово, как только Бог явил свою волю, а его слово и является его волей, любой честный человек не станет говорить одно, а хотеть другого. Так нельзя. Одно из двух тогда будет ложью. Правильно? Это приведет к раздору между вашей волей и вашим словом, и оно уже не будет правдивым. А Божье слово и является его волей. Итак, давайте еще раз прочитаем первую главу книги Бытия. Я хочу, чтобы вы здесь поняли, что когда Бог говорил, своими словами Он и творил. Не было так, что сначала Он говорил, а потом творил. Его слова все и творили. И сказал Бог и стало так. Поймите этот принцип, потому что он прослеживается через всю Библию. Это принцип веры. Именно так оно и работает. тот внутренний образ того, что Бог запланировал, того, что Он видел, то, каким Он видел свет, то, каким Он видел луну, то, каким Он видел животный мир, когда Он сказал собака, то появилась именно та собака, которую Он видел внутри себя. У нее не было три с половиной лапы. У нее не было пять лап. Нет, нет. Когда Он увидел это внутри себя, то Он увидел, каким будет каждое животное, как оно в точности будет выглядеть. Эта картинка внутри него, наполненная его верой, выраженная его словами и сказанная, затем обрела материальное очертание. И это был тот образ. И когда Он сказал слова владычества, Он сказал слова власти, Он сказал слова славы, Он сказал слова преумножения, Он сказал слова обладания, Он сказал слова благословения. Когда Он говорил все эти вещи, их образом был Он Сам. Аллилуйя! Да, скажу вам, если бы я сейчас перестал себя сдерживать, то я начал бы бегать по всему залу. Аллилуйя! Аминь! По своему образу, понимаете? Итак, когда Он говорил человеку, Он творил его тело из праха земного, Он сотворил это тело, и затем, как сказано в Библии, Он вдохнул в него дыхание жизни, и когда Он говорил, в Библии написано, что человек стал душою живою. Старые раввины говорят, что человек стал говорящим духом. Бог дал ему право, привилегию и честь выбирать слова и говорить их. Ангелы не могут этого делать. Они сотворены классом ниже. Они могут говорить, но не могут выбирать слова. Если они будут выбирать свои собственные слова, то они навеки обречены. Именно это и сделал сатана, и ему пришел конец. Для него нет никакого искупления. Никакого. Ноль. Я слышал, как люди проповедовали, ну, Бог примирится даже с дьяволом. Ну, да, сейчас. Убирайтесь отсюда. Нет, я могу вам сказать, куда он отправится. В озеро огненное, на большом огненном шаре. Слава Богу, это будет заключительное действие. Давайте вернемся к восьмому псалму, который мы читали вчера. А также вы можете заранее открыть еще и послание к евреям. Восьмой псалом. давайте начнем читать его с самого начала, потому что здесь еще есть кое-что, что я хочу, чтобы вы увидели. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Подчеркните это. Это ключ, который вам нужен к власти верующего. «Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя, чтобы покончить с ним. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его перед ангелами, но на самом деле в древнееврейском тексте здесь сказано «немного Ты умолил его перед Элохимом», а Элохим это имя Бога Творца. Это Бог, Элохим. Это Творец всех материальных вещей. А перед этим только что было сказано «Взирая я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды». Это дела Элохима. Итак, здесь сказано «Ты сотворил его немного ниже самого себя и увенчал его славою и честью». Итак, заметьте, что здесь сказано. Хорошо, что мы можем немного это понимать, но, Боже мой, как бы я хотел в совершенстве говорить и знать иврит. Потому что все это здесь, прямо здесь, в самом тексте. Это видно в самих словах. Он говорит, что мы сотворены по его образу. Он почтил нас, дав нам это. И это, конечно же, истина, верно? Он почтил нас и дал нам свою славу. Он увенчал Адама своей славой, своей властью, своей силой. Он дал ему говорящие уста, дал ему веру, надежду, вложил в его дух все божественные свойства. А затем увенчал его славой и честью, дав ему право творить. До грехопадения человека, и тому и серьезные доказательства из древнееврейского текста, и об этом много учат. Я собираюсь узнать об этом больше, но то, что я уже узнал, боже мой, это просто потрясающе. До грехопадения человек должен был действовать в этой творческой роли подобно Богу, и опуститься до уровня животных, чтобы воспроизводить самого себя, означало сделать большой шаг назад. Ведь, понимаете, когда был сотворен Адам, он был таким же мужчиной, как и женщиной. Я вам не скажу, что я уже об этом прочитал. Это отдельная тема, и я еще не настолько продвинулся в этом, чтобы суметь это доказать. Поэтому я не буду об этом говорить, но у вас волосы будут стоять дымом четыре дня. Человек имел в себе эту творческую способность. Вот что такое эта слава, понимаете? Бог увенчал его ею. Другими словами, он дал ему полное право и власть. Что делают старем? Его венчают или коронуют во время коронации. И что происходит во время венчания царя на царство? Его венчают. Венчают царицу. И что происходит, когда они увенчаны или коронованы? Он входил туда обычным человеком, но выходя оттуда, он уже имеет власть похожую на власть Бога, потому что теперь он или она является царем или царицей. Именно это и происходит, когда вас венчают на царство. А Бог увенчал человека не похожей на власть Бога властью, а властью Бога. Именно ее сатана и хотел. Хорошо, теперь обратимся к посланию к евреям. Поскольку Бог никогда не изменяется, поскольку его план никогда не изменяется, мы прослеживаем эту власть в его слове, потому потому что Иисус является искупителем человечества. Не просто для того, чтобы простить человека. Мы не просто прощенные грешники. Я слышал, как люди в церкви говорили, ну, знаете, мы всего лишь старые грешники, спасенные по благодати. А всего лишь старый грешник, спасенные по благодати. Ну, знаете, мы едва-едва спаслись. Но это не совсем так. Мы не старые грешники, спасенные по благодати. Мы были грешниками, когда спаслись по благодати, но что-то произошло. Вы возродились. Библия говорит, что вы были переведены из царства тьмы в царство возлюбленного Божьего Сына. Аллилуйя. Итак, мы прослеживаем это для того, чтобы увидеть, какое место мы занимаем в этом плане искупления. Какова наша власть? Какова наша ответственность? И какие в этой роли мы имеем благословения и полномочия? Как далеко мы можем зайти? Ну, вам лучше быть здесь осторожным. Вы слишком далеко заходите. Боже мой, да мы пока еще ни до чего даже и не дошли. Когда церковь был всего день от роду, она была далеко впереди нас. Но нам нужно быть далеко впереди той первой церкви, появившейся после дня Песятницы. Боже мой. Аминь. О, если бы мы только смогли вернуться туда, где была первая церковь. Вам хочется вернуться на две тысячи лет назад? Едва ли. Прочитайте, что говорится в Библии о последней церкви. Именно там мы и находимся. Это не другая церковь, это все та же самая, слава Богу. Иисус ничего не изменил. Он глава этой работы, и мы рождены по его подобию, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, на его дела. И он ничуть не изменился. Он все то же великолепие, которым был всегда. И нам пора начать ходить в этом великолепии, в этом превосходстве, которым он увенчан в этой славе. Аминь. И воздать ему хвалу и славу за это. Аминь. И мы к этому идем. Не так ли? Вторая глава послания к евреям. Было бы хорошо, если бы я сам ее уже открыл. Итак, вот вторая глава послания к евреям. Посмотрим на 9 стих. Послание к евреям 2.9. Но видим, что Иисус, который немного был унижен перед ангелами, и так вот оно опять. Но Иисус был... Давайте вернемся назад и прочитаем 6 стих. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешься. Разве не это мы только что читали? Итак, здесь цитируется 8-й псалом, верно? Хорошо. Немного ты унизил его перед ангелами. Если обратиться к рукописи этого послания, то вы увидите, что эта рукопись написана на греческом языке. Но ведь никто не пишет послание к евреям на греческом языке. А тот, кто переводил его на греческий, взял и использовал здесь греческое слово, означающее ангел. Но это все так же элухим. Элухим. Если вы цитируете псалом, то вы не изменяете слова. И кроме того, автор данного послания обращается здесь к евреям. Так что мы с этим разобрались. Хорошо. Все покорил. Нет, еще немного назад. Славою и честью увенчал его и поставил его на делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим чтобы все было ему покорено. К этому нужно еще прийти. Ну, посмотрите. Я скажу вам это так. Власть уже здесь. Власть уже здесь, потому что она в Иисусе. А он уже воссел, ожидая, когда его враги будут положены в подножие ног его. Аллилуйя. Власть уже здесь. Но откровения они еще нет. И до тех пор, пока не придет откровение об этом, вы не будете ходить в полноте этой власти. Оно приходит постепенно, мало по малу. Было время, когда проходили годы, а откровение так и оставалось практически на одном и том же уровне. Но говорю вам, что в 20 веке откровения уже шли одно за другим. А мы вступили в 21 век, и хочу, чтобы вы знали, что мы уже в этом, мы там. пришло время за претерпение смерти, увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Когда Иисус пришел на эту землю, послушайте меня, вам нужно идти по натянутому здесь духовному канату. Вам нужно продолжать думать на духовном уровне и не давать воле своему естественному разуму и своему религиозному мышлению. Иисус был рожден от Бога не Вифлееме. Он уже был Богом. Аминь. Он уже был Богом. Он лишь облегся в плоть, когда родился в Вифлееме. А когда Он воскрес из мертвых, Он родился из мертвых. Он был послушен до смерти и сделался грехом. Он не совершал греха. Он сделался послушным ему как жертва. Он не совершал его. Он принял на себя его последствия, просто решив это сделать и будучи послушным. Об этом написано в послании к филиппийцам, в частности во второй главе, слава Богу. Он сделался послушным до смерти, поставив себя в такое положение, которое позволяло сатане взять над ним власть. Зачем? Чтобы попасть в тот класс, в котором оказался Адам. Но давайте дочитаем это место. Я знаю, какой конечный пункт, и мне очень хочется поскорее до него добраться, но я не хочу бросать вас на дороге. Я хочу взять вас с славой. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен предангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу. Не одного себя, но приводящего многих сынов в славу. Это власть. Это Божья власть. Да, говорю вам. Это власть исцелять. Это власть освобождать. Это то, что воскрешает из мертвых. Когда Бог, пребывающий на плоти, делает через нее то, чего плоть сама по себе делать не может, то это называется помазанием. И помазание это Божья слава в своем проявлении. Крикните кто-нибудь Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Ибо и освящающий и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями. Слава Богу. Скажу вам, это что-то удивительное. Когда Адам совершил измену, откройте свою Библию на 15 главе первого послания Коринфянам. Когда Адам совершил измену, он преклонил колени пред дьяволом. Знаете, давайте сейчас очень быстро обратимся ко второй главе первого послания к Тимофею. Я хочу, чтобы вы кое-что для себя здесь отметили. А затем вы сможете увязать это с написанным в 15 главе первого послания Коринфянам. Вторая глава первого послания к Тимофею. Первое послание к Тимофею 2.14. Смотрите. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Вы это знаете. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Почему? Потому что она освобождена от проклятия. Итак, была прельщена или обманута женщина, но не мужчина. Из-за чего она оказалась обманутой? Она оказалась обманутой не из-за того, что ей сказал сатана. Она оказалась обманутой вследствие того, что не располагала достаточно информации. Ее еще не было, когда Бог говорил Адаму все эти вещи. Ее еще не было, когда он видел, как Бог делал определенные вещи. И Адам знал кое-что о власти, чего не знала она. Но Библия говорит, что она, вкусив тот плод, дала его потом есть ему. Адаму следовало это остановить. Ему нужно было сказать, «Нет, подожди, дорогая, позволь тебе кое-что сказать. Когда тебя еще не было, здесь кое-что произошло». Это обманщик. Он лжец и обманщик. Это животное отдало ему свой голос. И это неправильно. Это животное изменило самому себе с этим ангельским существом, которое не имеет никакого отношения к телу змея. Это неправильно. Я сам дал ему имя, так что я знаю. Я знаю, как Бог его назвал. Я знаю, каким он должен быть. И это неправильно. Сейчас я выгоню его из сада, но сначала выслушай меня. Но Адам стоял там, набрав в рот воды. Вместо того, чтобы делать то, что сказал ему Бог, а именно владычествовать. Ему нужно было просто сказать, «Милая, отойди-ка в сторону и послушай, что я скажу». Она говорила, «О, нам сказали не есть этот плод и даже не прикасаться к нему». Но никто ей не говорил не прикасаться к нему. Она это выдумала. Но мужчина не был обманут. Он знал, на что шел. Он принял решение. Он не остановил ее. А затем, по множеству причин, и сам взял и ел. Адам сделал это, зная, что приступает Слово Божье, зная, что приступает Божью заповедь, Божью силу, Божью власть, Божью славу, все это. И что же с ним произошло, когда он это сделал? Он родился заново. Его дух вдруг перенял дух того змея, то есть сатаны. Нужно было воплощение. Нужен был Бог в человеке. Как же ему удалось это сделать? Иисус сказал, я пойду, я пойду и сделаю это. тогда ангел Господень взял сказанное Слово Божье. Кто-то спросит, а почему Бог сам не пришел и не сделал это? Я вам только что ответил почему. Бог дал Своё Слово тому ангелу. И тот ангел пошел и дал его той юной девушке, юной Марии. И Библия говорит, что она спросила, как будет это, когда я мужа не знаю? И ангел ответил, он и сам не знал, понимаете? Он знал лишь то, что ему сказали. И он сказал, это от Духа Святого. Он знает. Он знает, что делает, и это сработает. Она ответила, хорошо, да будет мне по слову твоему. И Библия говорит, что она сложила эти слова в сердце своем. В 13, 14 и 15 стихах первой главы Евангелия от Иоанна говорится, что слово стало плотью. Не прах земной стал плотью, а слово стало плотью. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все именно через него и было сотворено. Итак, что же произошло? Бог сотворил плоть, но Он сделал это Своим Словом. А разве не так, как мы уже выяснили, Он все и делает? Что ж, Он сделал это снова. Первое послание к Тимофею, вторая глава. Библии, в которой не будет всей этой нумерации, и все будет идти одним сплошным текстом. Сплошным текстом. Первое послание к Тимофею, 2.14. Смотрите. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Вы это знаете. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чедородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Почему? Потому что она освобождена от проклятия. Итак, была прельщена или обманута женщина, но не мужчина. Из-за чего она оказалась обманутой? Она оказалась обманутой не за того, что ей сказал сатана. Она оказалась обманутой вследствие того, что не располагала достаточно информации. Ее еще не было, когда Бог говорил Адаму все эти вещи. Ее еще не было, когда он видел, как Бог делал определенные вещи. И Адам знал кое-что о власти, чего не знала она. Но Библия говорит, что она, вкусив тот плод, дала его потом есть и ему. Адаму следовало это остановить. Ему нужно было сказать, «Нет, подожди, дорогая, позволь тебе кое-что сказать. Когда тебя еще не было, здесь кое-что произошло». Это обманщик. Он лжец и обманщик. Это животное отдало ему свой голос, и это неправильно. Это животное изменило самому себе с этим ангельским существом, который не имеет никакого отношения к телу змея. Это неправильно. Я сам дал ему имя, так что я знаю. Я знаю, как Бог его назвал. Я знаю, каким он должен быть, и это неправильно. Сейчас я выгоню его из этого сада, «Но сначала выслушай меня». Но Адам стоял там, набрав в рот воды. Вместо того, чтобы делать то, что сказал ему Бог, а именно владычествовать, ему нужно было просто сказать, «Милая, отойди-ка в сторонку и послушай, что я скажу». Она говорила, «О, нам сказали не есть этот плод и даже не прикасаться к нему». Но ей никто не говорил не прикасаться к нему. Она это выдумала. Но мужчина не был обманут. Он знал, на что шел. Он принял решение. Он не остановил ее. А затем, по множеству причин, и сам взял ее. Адам сделал это, зная, что приступает Слово Божье, зная, что приступает Божью заповедь, Божью силу, Божью власть, Божью славу, все это. И что же с ним произошло, когда он это сделал? Он родился заново. Его дух вдруг перенял дух того змея, то есть сатаны. Вы меня слушаете? Он был рожден заново от жизни к смерти. То, что было духовной жизнью, самой благостью, подобием славы Божьей внутри него, вдруг стало подобием сатаны, то есть смертью. Духовная смерть и физическая смерть это две разные вещи. Духовная смерть является причиной физической смерти. физическая смерть, поскольку ваше тело сотворено из праха земного, оно в этот прах и возвращается, но прах не умирает. Понимаете? Когда тело возвращается в прах, то это всего лишь прах. И начнем с того, что в нем и не было никакой жизни, это просто прах. Я хочу, чтобы вы представили себе эту картину. Духовная смерть это отделение от Божьего откровения. Вы даже можете быть знакомы с Богом. Вы не знаете Его близко. Так, как вы бы знали Его, будь вы рождены свыше. Вы просто знаете Его. Вы не являетесь с Ним одним духом, но вы просто знакомы Богом. Ведь после того, как Адам согрешил, он по-прежнему знал, кто такой Бог. Он по-прежнему знал Его имя. Он знал, какой Он. Он знал о нем все, но уже больше не был соединен с Ним. Именно поэтому такие люди, как Авраам, могли говорить с Богом и ходить с Богом и принимать решение слушаться Его, но они не были духовно соединены с Ним, потому что их дух не мог соединиться с Богом. И это важно. Оставайтесь сейчас со мной. Это очень важно для вашей жизни на этой земле. Нельзя соединить мертвое с живым. кто-то скажет, да, но мне кажется, если бы он соединился с Богом, то это бы его оживило. Нет, не оживило бы. Это бы его полностью уничтожило. Почему? Потому что здесь пролегла пропасть. И поймите это, хотя это трудно выразить словами, но если вы будете внимательно слушать своим сердцем, то сможете понять, о чем я говорю. Бывшая в нем жизнь стала смертью. Сатана был отделен от Бога. Как только дух начинает свое существование, он уже не может перестать существовать. А наше естественное представление о смерти, сводится к тому, что умереть значит перестать функционировать. Но это не так. Когда тело умирает, оно перестает функционировать, но оно не исчезает навеки. Оно будет воскрешено. Аминь. Там остается его образец. И неважно, знаете вы Бога или не знаете. Второе воскресение называется как? Некоторые из вас точно читали об этом в Библии. Что такое второе воскресение? Оно называется второй смертью. Первое воскресение это когда Иисус заберет свою церковь, когда Бог воскресит свой народ. Аллилуйя. Понимаете? А затем этой второй смертью будет воскресение нерожденного свыше духовного существа, соединенного со своим старым телом, которое умерло, было похоронено, сгнило, но было возвращено к физической жизни и теперь проведет всю вечность со всеми немощами, всеми болезнями, всеми вредными привычками. То есть наркоман всегда останется наркоманом без возможности ввести себе наркотик. В этом и есть часть этого ужаса. То же самое будет с алкоголиком. И это будет намного хуже того, что было с ним в его земной жизни. В миллион раз хуже всего того, что вы знали раньше, без надежды на облегчение. Навеки. Навеки. Лучше вам этого не делать. Вам лучше больше ни дня не оставаться без Иисуса. Вы следите за ходом моей мысли? Именно это и произошло с Адамом. А затем Иисус был назван последним Адамом. Первое послание Коринфянам. Пятнадцатая глава. Посмотрите сорок пятый стих. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, живым существом. А последний Адам, Иисус не назван вторым Адамом, он назван последним Адамом. Последним. То есть других больше не будет. Здесь должно было произойти воплощение. Только так мог быть сдан тот экзамен, который провалил Адам. Его нельзя было сдать тому, кто не имел права его сдавать. Так что нельзя было пойти и сотворить для этого другого человека. Бог не мог сотворить еще одно тело из праха земного. Он отдал прах земной все дела своих рук, когда увенчал Адама, увенчав его. Он дал ему власть над прахом земным, а Адам преклонил колени перед падшим ангелом и отдал эту власть ему. И теперь этот ангел, этот падший ангел по имени Люцифер, который стал сатаной, известный как дьявол, теперь он стал богом этого мира. Поэтому у бога уже не было законного права снова взять прах земной, сделать еще одно тело и наполнить его самим собой. Это была проклятая земля. знаете, что бы произошло, если бы он это сделал? Хотя начнем с того, что это вообще было бы незаконно, и он никогда этого не сделает. Но просто, чтобы вам стало понятно, я скажу, что если бы он сделал еще одно тело из праха земного и наполнил его самим собой, то оно бы тут же сгорело дотла. Это бы просто разорвало то тело на части. Было бы то же самое, что происходило, когда к ковчегу завета прикасался обычный человек, непокрытый кровью жертвоприношения, когда праведность сталкивается с неправедностью. То Богу даже не нужно пытаться ее уничтожить. Из него выходит столько силы, что она просто обречена. Прочитайте о тех случаях, когда он приходил сюда физическим образом. Впрочем, он не приходил физическим образом, но только так я могу это описать. В то время у него не было физического тела. Теперь оно у него есть благодаря Иисусу. Но в то время Бог пришел, чтобы поговорить с Моисеем, и уже только из-за того, что он пришел, вся гора оказалась в огне. Вся атмосфера оказалась в огне, а атмосфера не могла этого вынести. И все потому, что он Бог. Именно это постоянно Моисея покажи мне твою славу. Ведь ему приходилось говорить с облаком. Я абсолютно убежден, хотя я не могу вам этого доказать, но и вы не можете доказать обратное. Бог даже не говорил о своей славе в тот день, когда говорил с Моисеем. Писание говорит, что он говорил с ним лицом к лицу, но он был облачен в то облако славы, чтобы таким образом не уничтожить Моисея. И наконец Моисея закричал, я абсолютно убежден в том, что ему надоело разговаривать с облаком. Он просто закричал, покажи мне твою славу. И Бог ответил это в интерпретации каната Копланда. Парень, это невозможно. Ты не можешь посмотреть мне в лицо. Да что ты вообще себе возомнил? Ты не можешь посмотреть мне в лицо. И послушайте, что Бог сказал, я поставлю тебя в расселении этой скалы. Я поставлю тебя в эту гранитную пещеру и буду проходить мимо, но сделаю так, чтобы твое лицо было в тени, чтобы оно было прикрыто. И он не мог прикрыть его своей открытой рукой, потому что Библия говорит, что в его руке тайники его силы, и от руки его исходят лучи. Это бы сделало Моисею пробор на голове, не так ли? Если бы Бог положил на него свою руку, но он по-прежнему оставался в том облаке, понимаете? Бог оставался в том защитном облаке и просто позволил этому облаку покрыть глаза Моисея. А затем пройду мимо тебя и позволю тебе увидеть меня сзади. И я сказал все это для того, чтобы отметить следующее. Он сказал, я покажу тебе свою славу. В некоторых переводах сказано благость. Именно это и является славой. скверность это извращение. Благость это кое-что настоящее. И когда скверность сталкивается с благостью, то скверность берегись, потому что жизнь поглощает смерть. Говорю вам, молнии Божьи просто пронзают меня сейчас. Слава Богу. Аллилуйя. В один прекрасный день это произойдет, и мы просто уйдем отсюда. Но даже когда я просто говорю об этом, он сказал, я проведу перед тобой мою славу, мою благость. Когда Бог сошел на ту гору, то говорю вам, вся гора готова была расколоться. И какие были даны указания? Вы помните, какие были даны указания? не прикасайтесь к этой горе, не прикасайтесь к ней. Это вас убьет. Теперь вы понимаете, что бы произошло, если бы он сотворил еще одно тело из праха земного и вдохнул в него самого себя. Это проклятый прах, уже ничего бы не получилось. Так что же Богу делать? Как же ему выйти из этой ситуации? Сатана не думал, что здесь есть какой-то выход. Он думал, что обставил Бога навеки. Но если вы думаете превзойти в чем-то Бога, то вы должны быть полный глупец, если так думаете. Как творение может быть умнее творца, который дал этому творению мозги? Это просто невозможно. Невозможно. Но понимаете, дьявол обманул самого себя. Он олицетворение лжи. Он слышит Бога, но затем говорит свою ложь и верит своей лжи. Это похоже на некоторых людей. Тем не менее, вот пришел Бог, и здесь должно было произойти воплощение. Должен был быть Бог в человеке. Как же ему удалось это сделать? Иисус сказал, «Я пойду». «Я пойду и сделаю это». Тогда ангел Господень взял сказанное Слово Божье. Кто-то спросит, «А почему Бог сам не пришел и не сделал этого?» Я вам только что ответил, почему. Бог дал свое слово тому ангелу, а тот ангел пошел и дал его той юной девушке, юной Марии. И Библия говорит, что она спросила, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» И ангел ответил, «Он и сам не знал, понимаете? Он знал лишь то, что ему сказали, и он сказал, «Это от Духа Святого. Он знает, он знает, что делает, и это сработает». Она ответила, «Хорошо, да будет мне по слову твоему». И Библия говорит, что она сложила эти слова в сердце своем. И в 13, 14 и 15 стихах первой главы Евангелия Таиана говорится, что слово стало плотью. Не прах земной стал плотью. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. оно было вначале у Бога, и все именно через Него и было сотворено. Итак, что же произошло? Бог сотворил плоть, но Он сделал это Своим Словом. А разве не так, как мы уже выяснили, Он все и делает? Что ж, Он сделал это снова. Аминь. И дьявол говорил, «Нет, не может быть, это невозможно». Но Бог сделал это. Иисус получил тело. Тело. Теперь у Бога было тело. Религии тоже трудно это принять. Но именно поэтому Иисус и назван Адамом. Знаете, в Библии Иисус постоянно говорит о Себе, как о Сыне Человеческом. Здесь слово «человек» происходит от слова «Адам». Он говорил о Себе, как о Сыне Адама, соединяя Себя с тем первым человеком. Он всецелый Бог, но Он всецелый и человек. И так же, как и первый Адам, Он имел такое же право на провал, как и на успех. Именно это и лежало в основании данного экзамена. После Адама человек уже не имел такого же права на успех, как и на провал. У него все еще был выбор, но уже не было силы, у него не было власти, у него не было славы, у него не было возможности, он не мог этого сделать. Но Иисус мог. Иисус мог бы согрешить, Иисус мог бы все испортить. Было время, когда Он так сопротивлялся греху, что испор Его кожи проступала кровь. Мне кажется, что это не похоже на человека, который не мог согрешить. А вам? Библия говорит, что Он подобно нам был искушен во всем, но Он не совершил греха. Слава Богу. Аллилуйя. Это потрясающе. А затем Он сделался послушным до смерти. Он сошел в ад и заплатил цену за грех Адама. Он этого не заслуживал. Я этого заслуживал, а он нет. Но благодарение Богу из-за того, что это сделал Он, мне не нужно проходить через это. Понимаете, этим Он все решил. Он удовлетворил все вечное правосудие. Он удовлетворил небесный суд. Он удовлетворил Бога. 53 главе книги Исаия, там, где Библия говорит о том, что Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, был мучен за наши грехи и так далее. В этой же 53 главе 10 стихе мы читаем о том, что Богу была угодна, или что Бог был удовлетворен жертвой его души. И дальше говорится о его смерти. Но если посмотреть древнееврейский оригинал, то там слово смерть стоит во множественном числе. Его смерти, смерти его духа, отделенного от Бога. Прочитайте послание к евреям, где в оригинале сказано, я снова буду ему отцом, и он снова будет мне сыном. Первенец из мертвых. А что мы читали в первом послании к Тимофею? Первый Адам был из земли, а последний Адам стал живым духом, как и первые. Иисус стал живым духом не тогда, когда он родился от Марии. О, нет, нет, он же Бог. Он никогда, никогда не рождался, он просто облегся во плоть. Но затем последовало его отделение от отца. Да, говорю вам, не хватит и вечности, чтобы узнать всю глубину этого. Он был отделен от своего отца. Духовная смерть была вложена в него так же, как это было с Адамом, иначе бы все это не было завершенным. Смерть его духа, смерть его тела, жертвы, души. Аллилуйя. И что же с ним случилось в аду? Во второй главе книги Деяний апостол Петр проповедуя сказал, «Ты ты не оставишь души моей в аде и не дашь плоти моей увидеть тление». А затем вы можете прочитать слова, сказанные Богом. Прочитать слова, которые Бог сказал Адаму. Можете прочитать слова, которые Он сказал последнему Адаму, когда воскресил его из мертвых и сказал, чтобы все ангелы Божьи поклонялись ему. И воскресил его из могилы. Иисуса, первого человека, первого человека, первого Адама, который был первым рожден из духовной смерти в духовную жизнь. Он наша глава, Он наш Господь. Если бы это не случилось с Ним, это бы не случилось и с вами. Если вы не позволите ему по-настоящему умереть, то вы не позволите себе по-настоящему жить. Мы были воскрешены из наших грехов и преступлений. Мы были воскрешены из этой смерти. Мы были воскрешены и посажены с Ним на небесах во Христе Иисусе. И как говорит Библия, мы стали Его полнотой. Аллилуйя. Все покорено под ноги Его, и Он был поставлен главой церкви, которая есть Его полнота, наполняющая все. Мы являемся с Ним одним Духом, а затем Он послал Духа Святого, чтобы Он жил в нас. Наше время подошло к концу. Слава Богу! Мы еще вернемся. Слава Богу! Крикните кто-нибудь Аминь! Я хочу повести вас сегодня с того места в книге Бытия, когда Адам получил свою власть. Ему уже несколько дней говорили о том факте, что когда Бог говорил слова владычества, эти слова владычества и сотворили человека. Поэтому человека произвели слова владычества, власти, господства, благословения и способности приумножать. И эта способность не сводилась лишь только к их способности женой иметь детей. Она заключалась в том, чтобы быть благословенными, размножаться и обладать землей. Понимаете, это и была та творческая сила. Бог увенчал человека своей славой. Он увенчал его своей честью. Другими словами, поставил человека на своем уровне. Он почтил его. Он назвал его своим чадом, своим сыном, своим творением, проявлением самого себя. И он сказал, размножайтесь, будьте благословенны и размножайтесь. Эта способность приумножения относилась не только к его физическому существу. Он обладал творческой силой Божьей. Сейчас я хочу вам сказать еще кое-что. Только не надо мне писать в ответ на это кучу писем, потому что я вовсе не собираюсь вам отвечать. Можете прийти в восторг вместе со мной, как я вчера уже сказал. Ладно, не важно. Я абсолютно убежден, и на то есть ряд причин. Я могу показать вам это из Писания, но я абсолютно убежден, что именно поэтому окружающие нас планеты являются незавершенными. Я действительно верю, что Бог планировал, что мы в этом поучаствуем. И по сути я исхожу из того, что как только все встанет на свои места, как только мы будем восхищены, как только с дьяволом будет покончено, как только все это вернется к первоначальному Божьему плану. Он не будет восстанавливать эту вселенную. Библия говорит, что он просто свернет ее, как рубашку или жилетку, и выбросит вон, и начнет все заново. Хотите знать, почему? В этом будет участвовать его семья, как он всегда это и планировал, имея эту данную Богом честь и славу приумножать. я не могу этого дождаться. Слава Богу. Вы вообще можете себе это представить? Хотя нет, вы не можете, как не могу я, но я бы хотел попробовать. Мне это нравится. Но Библия постоянно говорит о том, что мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, чтобы он в грядущих веках мог явить преизобильное богатство благодати своей по отношению к нам. Это еще одно местописание, указывающее на это. Видите? Аллилуйя. И мы начинаем понемногу это видеть именно потому, что мы вступили в седьмое тысячелетие. Мы уже начали этому учиться. И хотя все это тысячелетие будет величайшим временем в завоевании душ за всю историю человечества и будет тысячелетнее правление Христа Иисуса на этой земле, но говорю вам, нужно уже готовиться к восьмому тысячелетию, когда будет новое небо и новая земля. И снова Бог будет работать вместе с сыновьями. Аллилуйя. И снова прилетят ангелы и скажут, что есть человек? А мы улыбнемся и ответим, стойте и смотрите. Аминь. Итак, вчера мы говорили обо всех этих чудесных, чудесных вещах. Давайте вернемся и немного еще раз все это повторим, потому что я хочу вам здесь кое-что показать. Помните, мы говорили о том, что раскрыв свой план, Бог его уже не изменяет. Это совершенный план. Это мы все путаем и портим. Но у Бога есть совершенный план для вашей жизни, абсолютно совершенный, потому что Библия говорит, что Он составил его еще до основания мира. Он вас знал еще до того, как вы согрешили, еще до того, как вообще появился грех. У Него был для вас план, полностью, абсолютно совершенный. Поэтому, когда вы пришли к Нему, чтобы родиться свыше, то Он не смотрел на вас, как на какое-то жалко ничтожество. Это вы так на себя смотрели? Да, вы запутались, и Он знал, что причиной тому была духовная смерть, вошедшая в ваш дух. Но вы пришли к Нему и сделали Иисусу Господом в своей жизни. И вы были возрождены, сотворены во Христе Иисусе. Во втором послании Коринфянам 5.17 говорится, что кто во Христе Иисусе, тот новое творение, в греческом тексте сказано, существо нового вида. Вы вышли из того класса грешников, который в духовном плане был даже ниже уровня падшего ангела. Но вы были рождены свыше и освобождены от власти и силы тьмы и переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. И теперь ваш рожденный свыше дух принадлежит к духам праведников, достигших совершенства, как говорится в послании к евреям. И вы перешли на этот уровень как сонаследник с Иисусом. Да, у вас по-прежнему есть тело из плоти, крови и костей. И с ним нужно разбираться. Вам нужно распинать свою плоть. Но мы являемся его послами на этой земле. Итак, с тех пор, как был составлен этот план, все искупление направлено на то, чтобы вернуть этот план к его совершенству. Он никогда не изменяется. И я хочу, чтобы вы это поняли. Помните, мы читали, как Адам принял власть, будучи сотворенным словами владычества. Бог сотворил человека и затем передал ему свою власть. Он увенчал его честью, он увенчал его славой, как говорится в 8-м псалме и в послании к евреям, где во 2-й его главе цитируется этот стих. Там сказано, что все положено под ноги его, все дела рук Божьих, даже луна и звезды, и все остальное положено под ноги человека. Итак, таков был Божий первоначальный план, и он никогда его не изменял. Именно здесь у людей с религиозным мышлением и с естественным мышлением и с плотским мышлением и даже у рожденных свыше, исполненных Духа Святого людей, жаждущих, любящих Бога, жаждущих Его Слова, но которые все еще не обновили свой разум. Хотя никто из нас еще не обновил полностью свой разум, но мы над этим работаем, правда? И в процессе его обновления отлично проводим время для этого нашей передачи. И как только вы осознаете и поймете степень власти Адама и степень искупления Иисуса и позволите, чтобы, как здесь сказано, у вас были те же чувствования, то же мышление, какое было и во Христе Иисусе, который не почитал хищением быть равным Богу. И когда вы придете к тому, что перестанете считать хищением или богохульством быть сонаследником и со Христом Иисусом, тогда вы начнете применять эту власть в своей жизни. Вы начнете ходить в этой власти. И когда мы с Глорией 36 лет назад узнали об этом, это изменило нас навсегда. Боже мой, мы ходили на те собрания брата Хейгена в Талсе. Небольшой зал в подвальном помещении, который вмещал около 300 человек, был полностью заполнен. Мы не пропустили ни одного служения. И когда брат Хейген начал говорить о власти верующего, мне показалось, что я уже попал на небеса. И говорю вам, что по мере того, как я узнавал об этом все больше и больше, это в течение 36 лет являлось пульсом и дыханием нашего служения. И вы приходите к тому, что отказываетесь мириться с чем бы то ни было, исходящим от дьявола. Вам не нужно и не следует этого делать. Вы не должны этого делать. И есть сфера, в которых, меряясь с этим, вы совершаете грех. Если вы, узнав, в чем заключается эта власть, не ходите в ней, а потом дежите к Богу и говорите, не понимая, почему ты позволил дьяволу со мной такое сделать, то он даже не будет вам отвечать. Почему ты это сделал? Бог никогда со мной не разговаривает. Нет, он разговаривает с вами. Он сказал, именем моим изгоняйте бесов. Так что, делайте это. Итак, Адам согрешил. Давайте посмотрим 9 главу послания к евреям. Адам совершил государственную измену. Для вас очень важно снова и снова перечитывать послание к евреям и читать его внимательно. Здесь так много всего, что когда вы в первый раз начинаете его читать, вы можете не продвинуться дальше первых двух глав. Но возьмите свой конспект того, что мы говорим о власти верующего и вместе с ним продолжайте читать. Это все в послании к евреям и в послании к эфесянам. Если вы возьмете за это и просто будете читать и изучать, то говорю вам, это начнет вам открываться. Это просто великолепно. Итак, 9 глава послания к евреям. Я хочу, чтобы вы увидели здесь кое-что о власти Адама. Давайте начнем читать с 20 стиха. Это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Вы помните ту скинию в пустыне и ее план, который дал им Бог, показав, как там все должно было быть устроено. А позже по тому же самому типовому плану был построен храм, который был тенью отображением небес, небесного святого святых, небесного места поклонения, небесного святилища. То, что было открыто здесь на земле являлось образом того, что уже было там, понимаете? Это очень важно. Я хочу, чтобы вы это поняли. Именно об этом здесь и говорится. Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Здесь говорится о крови жертвенных животных. и все почти по закону очищается кровью. И мы знаем, что это прообраз крови Иисуса, верно? Хорошо. Позвольте сказать это немного иначе. Вы знаете, что это кровь Иисуса, но позвольте сформулировать это так, чтобы до вас дошло это еще лучше. Это кровь Бога. У Бога не было своей крови, когда они приносили в жертву тех животных, когда Он заключил завица в рамам. У Него не было тогда своей крови. Ему пришлось сказать, возьми для меня кровь животных. И в послании к Галатам в Библии говорится, что жертвоприношение было введено позже по причине преступлений по закону. Если вы нарушали тот завет, то вы должны были умереть. Но Бог сказал, нет, не нужно убивать человека. Если он раскается, то пусть убьет животное. Почему Он это говорил? Потому что Иисус был агнцем Божьим. И Он не мог быть от этой миссии освобожден. Иисус не мог быть заменен каким-то животным. Вы меня понимаете? И кровью тех животных окроплялась кинья и земные сосуды поклонения. Для чего? Чтобы очистить их. И так это снова является прообразом. Посмотрите, что здесь говорится. 22 стих. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье». Позвольте объяснить вам, о чем это говорит. До греха падения власть Адама простиралась от Эдемского сада и до небес, не распространяясь на престол Бога. Его власть распространялась на все, что находилось ниже этого престола. ниже. Вы скажете, «Но я этого не понимаю». А как насчет престола благодати? Разве мы не влияем на него, а он не влияет на нас? Мы соединены с небесами. И эта власть простиралась настолько далеко. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что я хочу, чтобы вы увидели, что с вами произошло, когда вы родились выше, и увидели, какой властью было наделено тело Христова, кем мы являемся на этой земле, и почему вся политика должна управляться на основании нашей молитвы, а не дьяволом и его компанией. грехопадения Адама, его провал, его грех повлиял на все, начиная с этой планеты, на все, что есть на этой планете, включая саму планету, и сама земля стала проклятой. Он повлиял на все, вплоть до небес, включая небесные сосуды поклонения, которые должны были быть очищены кровью Иисуса. Помните, когда Иисус воскрес из мертвых и только-только вышел из того гроба, Мария приняла его за садовника. Помните эту ситуацию? Когда она подошла туда, ко гробу, она, можно сказать, увидела, как Иисус из него выходил. И когда он только-только вышел оттуда, она приняла его за садовника и спросила, «А где же он?» Но затем Иисус назвал ее по имени, и она его узнала. И знаете, что я хотела сделать? Она была готова обнять его и расцеловать. Вам бы захотелось сделать то же самое, но он сказал, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему и отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему. Но пойди и скажи моим парням, что я приду с ними увидеться». Что же он этим сказал? «Мне нужно сделать кое-какую работу». Вы сами можете прочитать об этом в послании к евреям. Он предстал перед Богом Всемогущим. Там он был судим. Там он был помазан. Прежде всего, собственной кровью он очистил небесные сосуды поклонения. Он очистил все то место. Аллилуйя! Слава Богу! Он очистил все, на что распространялась власть Адама. Теперь все очищено. Теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. На небесах нет ничего, на чем бы остался след грехопадения Адама. Крикните на это «Аминь». Аллилуйя! Затем он был судим. Вы читаете в послании к евреям о том, как Бог его судил, а затем он помазал его быть первосвященником нашего исповедания, посадил его по правую руку от себя, прославил его. Затем в его власти, во всякой власти, на небе и на земле. Человек был назван Богом самим Богом. Вы понимаете, что сейчас из меня выходит? Говорю вам удивительно, как это я еще не свечусь в темноте. А может и свечусь, если здесь выключить свет. Слава Богу вовеки. В такого рода моменты вы можете получить свое исцеление. Это слова, которые вас исцеляют и освобождают. Апостол Павел написал в послании к Ефесянам. Откройте его быстро вместе со мной. Слава Богу! Именно с этого мы и начнем нашу следующую передачу. Он сказал в 16 стихе первой главы. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. И вот о чем он молится. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса помазанного Отец славы дал вам. О ком он здесь говорит? Прежде всего об Отце той славы и чести, которой он увенчал Адама. Таков был его план и его воли. Иначе он бы этого не сделал. Затем последовало искупление, чтобы вернуть все это обратно. Аллилуйя! Отец славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию его и просветил очи и сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых и как безмерно величие могущества его в нас верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал в помазанном, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. превыше 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 не чуть-чуть выше превыше всякого начальства и власти и силы и господства и господства и господства и господства именно об этом мы и говорим о его власти и господстве всякого господства не только в всем веке но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его. А где его ноги? На его голове? Или это ноги его тела? Все это покорено под наши ноги. Берегись, дьявол. Мы уже идем. Я верю всем своим сердцем, поскольку я знаю, что произошло в моем духе на сегодняшней передаче. Я верю, что многие наши телезрители, которые ухватились сегодня за Слово Божье, получили ответы на многие свои вопросы. Режиссер нашей передачи Тим Фокс только что как раз сказал, это так просто, верно? Это настолько просто, что вам нужно потрудиться над тем, чтобы неправильно это понять. Но религия является великим обманщиком. Религия говорит, ну смешай это с двумя стаканами лимонного сока, одним стаканом земли, двумя глазами лягушки и одним грибом. Это не будет работать. Ну это никогда не работало. Наверное, Бог никогда и не хотел, чтобы это для нас работало. Но знаете, так это делал мой дедушка, а до него так это делал его отец. И для них это тоже не работало. И религия именно это и делает. Религия вставляет между строк все то, что убивает веру. То, что убивает то, что является катализатором. Иисус сказал, ваши традиции делают Слово Божие неэффективным, устраняет его. Аллилуйя. Итак, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Хвала Господу. Это духовный закон. Если вы получили освобождение, смотря эту передачу, если она благословила вас, если вы верите, что она пришла в вашу жизнь от Бога Всемогущего, тогда у нас есть определенные обязанности, оговоренные в Слове Божьем. Я говорю это не потому, что хочу, чтобы вы присылали деньги в наше служение. Честно говоря, что касается денег, не важно, пришлете вы их или нет. У меня есть вера, чтобы верить об этом Богу, и именно это я и делаю. Но Слово Божье говорит, для того, чтобы вы могли быть благословлены и могли пребывать в этом, если вы научились чему-то и были благословены духовно, то вы ответственны за то, чтобы поделиться своим добром, чтобы помочь этому служению благословить кого-то еще. И для меня это важно, поскольку я хочу видеть это живым в вашей жизни. Кто-то может сказать, да, но я не верю во все это сиение. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И в этой шестой главе послания Галатам Павел говорил о деньгах. Так уж оно устроено. Именно об этом там и говорится? Да, именно об этом. Это хорошая иллюстрация, не так ли? Мне это понравилось. Хвала Господу. Отец, мы молимся о сегодняшнем дне пожертвований на этой передаче во имя Иисуса. Я прошу тебя, открой каждому человеку, который меня сейчас слышит, как они могут участвовать в финансовой поддержке этого служения и того, что оно делает, достигая этот мир законами веры на бескомпромиссной основе. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Что бы Господь не говорил вам сделать, сядьте и сделайте это. Просто напишите нам в миссию Кеннета Копланда по адресу, которую вы видите сейчас на экране. И в своем письме укажите, пожалуйста, по какому каналу вы смотрите нашу передачу. Станьте частью хорошей церкви. Присоединяйтесь к нам на передаче «Победоносный голос верующего» с понедельника по пятницу. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус Господь.